Prodexpo 2021 продолжает свою работу. Рядом со мной спикер сегодняшнего дня Бирюин Святослав, который только-только закончил свое выступление и пришел к нам на интервью. Здравствуйте и хочется немножечко услышать про тему вашего сегодняшнего выступления. Добрый день. Темой была разработка стратегии розничной сети. Розничной сети малого формата в первую очередь. То есть мы говорили о том, что такое стратегия в современном мире, какую роль она играет в жизни компании именно в быстро меняющемся мире и вообще нужно ли ее разрабатывать в этом самом быстро меняющемся мире. А если нужно, то какой именно. Ну я постарался высказать свою точку зрения, что безусловно стратегия как универсальный инструмент планирования не краткосрочного, возможно не такого долгосрочного, как когда-то, остается по-прежнему актуальной. Единственное, что безусловно в современном мире стратегия должна быть более гибкой, нежели она была раньше. Это не документ на 500 страниц, который никогда нельзя менять, написанный на 5 лет вперед. Это инструмент, при помощи которого мы все-таки заглядываем не только на горизонт текущего года, но и в будущее, чтобы уже сегодня начать делать или создавать что-то, что будет источником нашего успеха в бизнесе завтра. Расскажите про специфику работы в вашей компании, какие услуги вы предоставляете и чем вы помогаете нашему рынку. Специфика нашей компании, мы занимаемся помощью в разработке стратегии. Слово помощь здесь ключевое, потому что мы не занимаемся именно отраслевым консалтингом, мы универсальная консалтинговая компания, которая владеет своей уникальной методологией разработки стратегии, в этом смысле может разработать стратегию для ритейлера, для производителя, который этому ритейлеру что-то продает, вообще для любой компании в принципе. То есть наша основная задача – это помощь в разработке стратегии, фасилитация процесса, методика и помощь в прохождении всех стадий этого процесса, а безусловно наполняет эту стратегию смыслом, цифрами, идеями, инсайтами та компания, для которой мы работаем. То есть это мы соавторы этой стратегии, но даже не главная роль в этой пьесе. Вопрос такой, насколько вы по себе и по своей работе можете судить. Наши люди, получается, те, кто производят, те, кто делают непосредственно торговые точки, готовы ли на этапе подготовки своего бизнеса они платить за стратегию или все-таки они приходят к стратегии, когда вдруг уже идет что-то не так, и они решают что-то поменять. Вот насколько сейчас рынок понимает, что планирование долгосрочное или краткосрочное все равно лучше и прибыльнее, нежели врываться в бой, а потом нести потери? Ну, вы правы в том, что да, большинство приходит к этому пониманию тогда, когда без этого уже становится невозможно работать. То есть это такая уже защитная, вынужденная мера, когда компании понимают, что краткосрочные какие-то судорожные действия, возможно, решают какие-то текущие проблемы, но точно не способствуют развитию бизнеса, и через это компании приходят к пониманию стратегии. Большинство молодых компаний, стартапов, они, конечно, действуют в первую очередь интуитивно, ничего надолго не планируют и уж тем более не готовы за это платить. Но постепенно общее понимание того, что без стратегического планирования делать успешный бизнес невозможно, оно растет. Мы это видим и по публикациям, и по обращениям, ну и это буквально носится в воздухе, что уже компаниям это необходимо. Замечательно. Я надеюсь, что ваше выступление сподвинет очень многих предпринимателей понимать важность этого и что позволит нам улучшать качество рынка и взаимодействие всех его членов. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.